Российские войска ежедневно штурмуют силы обороны Украины на Мариинском направлении, но безуспешно. Украинскую пехоту, конечно же, поддерживают пилоты дронов Камикадзе, которые поражают технику противника и личный состав. Чтобы стать пилотом FPV дрона, нужно не только уметь управлять джойстиком, но и владеть инженерным делом и даже собирать боеприпасы. На тренировочных полетах пилотов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады побывала журналистка ТСН Алла Хацановская. Ее эксклюзивный материал предлагаем вашему вниманию. Прежде чем ехать на боевое задание, пилоты FPV дронов все отрабатывают в полях. Рабочий процесс, ничего такого нет. Это рабочий процесс, ничего такого нет. Эти дроны, они для хобби. Это не было придумано, как какая-то военная техника, поэтому у них достаточно много недоработок. Для того, чтобы птица взлетела в небо и поразила цель, мало уметь просто управлять дроном, говорит Александр. Они изучают технические параметры, имеют инженерные навыки и знают особенности работы с боеприпасами. Вот такой снаряд лучше всего поражает легко бронированную технику. Мы привязываем вот такие снаряды. Мы привязываем такой снаряд от РПГ. Им очень классно, можно рубить технику. Пробивает такую маленькую дырочку внутрь, кумулятивный заряд и происходит взрыв. В прошлом актер национального драматического театра имени Лесси Украинкой. Александр уже больше года как пилот дрона Камикадзе. Он сыграл не одну роль. Да разных там хулиганов, гадов. Не, ну бывало что-то хорошее. Не, ну было что-то хорошее, много спектаклей вообще. Мой любимый это, наверное, вид с моста Артура Миллера. Приходите. Правда, сейчас там уже играют другие актеры, но они тоже красавчики. Они тоже красавчики. После начала полномасштабного вторжения пошел в ТРО, присоединился к 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Я сейчас вообще не вижу другого выхода для себя. Когда в стране война, мужчинам нужно воевать. Это мое субъективное мнение. Но я по-другому не могу. Не будет воинов, не будет защиты, не будет театра. Не будет защиты, не будет театра. Его напарник, 21-летний Богдан, воюет уже три года. Был в пехоте, служил артиллеристом и со временем стал пилотом. Дуже была цикава, цикава вся тема. Очень была интересна эта тема. Хотелось летать, бомбить, уничтожать врага. Они уничтожают врага на Марьинском направлении, Красногоровке, Новомихайловке и Марьинке. Беспилотники поддерживают пехоту, поражают вражескую технику, залетают в блиндажи и окопы. На этом видео от попадания дрона российскому танку отрывают башню. Это дело рук Богдана. Когда башни от танков отлетают, то уже ты стремишься только что больше и больше налупить их. И танки лупили, и БМПшки, и мотолыги, и легковые автомобили. Пехоту так же самое, так же самое выбиваем с позиций. Против врага воюют даже модернизированные агродроны, которые при мирной жизни помогали обрабатывать поля. Это дрон «Кожан». Им работают ночью. Он громкий и имеет большие габариты, говорит командир подразделения Александр. Сбрасывает мины, несет на себе до 15 килограмм. Все зависит от задач. Это или минирование, или позиции какие-то разбиваем. Здесь уже все ему, а камера еще где-то поработает. Это небольшая комната, как СТО для дронов. Виталий раньше ремонтировал компьютеры, а теперь чинит беспилотники. Это дело овладевает самостоятельно в процессе работы. Курсы по ремонту дронов нам никто не преподавал. Иногда один, иногда два часа. Бывает, всю неделю можно просидеть, поковыряться в одном, и ничего не получится. Бывает, за день три-четыре делаешь. Самостоятельно военные делают и боеприпасы к дронам. Взрыватель делаем из чего угодно. Вот это граната-оригорген из-подрывников. Вставляется, готово к использованию. Готово к использованию. Александр говорит, этот вид оружия чрезвычайно эффективен. Однако из-за отсутствия сертификационного оборудования и технических решений возникает немало проблем. А некоторые партии FPV-дронов им пришлось даже возвращать. Если бы это был налаженный какой-то канал, один производитель комплексов, один производитель FPV, чтобы он отвечал за все это. Сам комплекс один, и он собран из разных частей. Сами дроны тоже из разных частей состоят. Поэтому это очень проблематично. А когда у тебя один производитель этого всего, это, конечно, проще. Он уже заранее анализирует частоты и дроны прошивает. Вот такой вот экземпляр. Это вражеский дрон-камикация. Его пилоты нашли около своих позиций. Беспилотник не долетел до цели и потерял управление. Александр говорит, на Мариинском направлении российские войска чуть ли не больше всего сейчас применяют дроны. Вот я был свидетелем. Один раз на нашу пехотную позицию днем около 30 дронов Камикадзе запустили. По ней, по этой позиции. Это очень много. Я даже передать не могу. Там, конечно, и потери были. Встраты были. Этот дрон противника пилоты обязательно исследуют, а впоследствии вернут назад россиянам.